земля горькие письма и словить валу смотрите так часть прошел прошел сейчас потухи по . добавлю две-три минуты это чтобы немножко от меня сейчас я знаю что бы полы вот сейчас хотя а я буду ассо важнейших вещах говорить но вот этот момент кончился когда берем ямку выкопали земли завезли холмик это уже прошел сейчас мы говорим о более серьезных вещах мы фактически с вами сейчас совершаем дикое кощунство мы отменяем всю науку принципе вообще всю а это не каждому дано это другой уровень вот у меня письмо меня поддержал не живете чем генетик интересно сочетание сказал я конечно говорился чек с высшим образованием профессии генетик он меня поддержал а как его назвал все генетик это даже короче по моему все генетик вот так вот мы сейчас пусть это не каждому будет интересно но задача пойдет следующее сейчас многие вещи видят цитат уходят свободное плавание интернет огромен нас мало нас там полпроцента вот поэтому сколько бы ни было мало мы будем продолжать но после чая я пойду подогревать теперь точек как вы не говорили так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Противоречия, как везде. С одной стороны, бравурное достижение, с другой стороны, горькие письма. И больше, кроме меня, вникать в это некому. Давайте смотреть. Это интернет, это обыкновенное, обыкновенное, обыкновенное письмо, как за обыкновенной Беларуси. Не могу я пройти мимо. Почему? Или здесь, или там, сейчас вспомню. Короче, 50 тысяч то ли просмотров, то ли подписчиков. Это не шутки. Ой, как я устал уже. Вроде бы всё правильно. Уникальный абрикос тем, что кроме основного весеннего проста, способен дать вторую волну молодых побегов, на которых дифференцированы цветовые почки. Опытные садоводы умело пользуются этой особенностью. Дураки они. В июне они прищипывают летние проста, вызывая вторую волну роста. А знаешь, что такое вторая волна роста? А? Цветочные почки на новых побегах. Поняли, что такое-то? А это значит, что они не проснутся. Это уже сказки, что они проснутся. Вот. Это сказки. Но это другое. Дело в том, что они не проснутся не поэтому. Ну, это такая дурь. Они не проснутся, потому что они не уснут. Июнь месяц. Ладно, господа белорусы, я там жил рядом. Я жил в Западной Украине. К вам доехать можно было по сибирским меркам на велосипеде. Так нет. И вот я живу в Западной Украине. Мне в Волудской области, Аватнинский район, деревня Жатнева. Вот. И мне учительница говорит, ну, я такой, ну, больной на голову. Она мне во втором или третьем классе сказала, Что не мне, а уроки ведет. Не знаю, почему в это время. Но сказала, что зима начинается 1 декабря и заканчивается там 30 или 31. Ну, то есть, фактически полчаса 1 марта. Я жду. Мне интересно. Ложусь спать. Просыпаюсь 1 декабря. Полметра снег. И я тогда запомнил, что там было нормально. Было. Нормальная зима. Почти без оттепли. Просто нормальная зима. И там были прекрасные сады. Великолепно. Я собирал столько этой сливы венгерок. Это была главная товарная особенность. То есть, яблоки были в дачных садах. Я все там проглядел. Деревня из деревни. Вот. Я на черешневых, диких черешнях вырос. Так. Я научился садить саженцы вместе с этим, с учителем. 22 апреля. Понятно? Я обошел все. Нам давали ведра, говорили, каждые 5 этих ведер вам и 6. И родителям нашим 6 себе. Слива венгерки вкуснейшие. У них хорошие эти данные темы. Они кисловатые, они твердые. У них транспортабельность есть. Это были товарные сливы, товарнишие. То есть, их долго хранились. Это не вот эти вот, которые отравленные и лежат, не портятся. И их обозили в города. Это был колхоз. Еще раз говорю. Яблони были в основном. А это не дачные сады, а там, ну как, личные присадебные участки. Как по-другому. А именно сливы были товарным и были промышленным садом. Большой, огромный сад. Вот. Вот это было. Это я запомнил. Но когда я сейчас читаю, у меня шель с дымом зло берет. В июне прищипывает. Вот откуда это пошло? Это пошло. Вы перевести можете вот это? Это даже не английский, по-моему. Кто знает, какой это язык? Ну, может быть, английский. Ну, в Англии там зимой на зеленых озонах играет футбол. У них нет летнего чемпионата. У них есть зимний чемпионат. Футбол в трусах. Вот там, пожалуйста, на здоровье. Вот тут вот отрезали. Я чуть не кричу. Вот появились цветочные почки. Это технология юга. А Белоруссия, я не думаю, что большой результат. Украина и Белоруссия, где на Украине у меня, пока я там жил. Ну, такой я больной. Я каждый просыпался, каждый... Ну, так совпало. Но это специально для меня. Кто-то тогда уже знал, что я буду садоводом. И начну воевать с этой дурью. Вот. Кто-то тогда знал. Как 1 декабря такой пост. Это значит, что зима нормальная была. А не то, что сейчас. Когда этот известнейший садовод присылает мне абрикосовые черенки. Вот. Где-то в марте... В феврале или в марте. А у них черные почки. И когда я... Что это такое? Я деньги вышел. Ответ. Что же вы хотите? Декабрь, январь. Россов. Воронежская область. Там, где немцы это самое. Замерзли всей армией. Январь. Ноябрь, декабрь, январь. Зеленая трава, как он говорит. А потом бах! И не это самое. И 20 минус 20, все померзло. Вот так вот. И должно быть минус 20, извините. После того, когда дерево не спит. Для них это смертельно. Тут не надо 40. Как у нас в Сибири. И вот к чему возвращаемся. Июнь месяц прищипнули. Вот. Это не важно. Можете взять секатор. Можете острыми когтями. Как хотите. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Все. А дальше, как я видел, должна наступить зима. Я же там прожил, слава богу, 11 лет. Я знаю, что я вам говорю. А вегетативный период какой? А? У абрикосов. Вы, белорусы, кто там учит это? Вас. Вы хоть знаете, какой у них вегетативный период? Это еще. Тогда как раз вот. Дай бог, если проснулись в апреле. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Если у вас даже в декабре, хотя будет позже. Вам нужно 8 месяцев. Где вы эти возьмете? А тут хитрость. Да, вы знаете, они не проснутся или проснутся позже. Вот эти летние. Да потому что они не уснули. Поэтому не проснутся. Они не дозрели. И вот это все, включая, я взял и уже не выдержал. Это было несколько лет назад. Но елки-палки. Вот она Белоруссия. Рассмотрение и обращение. Как они уважительно. Отправили даже в это, отраслевое. Ответ получил с министерства. Ну, то ясно, что я оттуда никогда не получил ответа и не получил. Институт плодоводства. Какой-то жареный заучитель вздумал. Это ладно. Оказывается, в Белоруссии развитию плодоводства уделяется большое внимание. Саженцы все с Польши, большая часть. Яблоки, груши, все прочее. Я не знаю, Польша как с абрикосами. Но яблоки, груши, все с Польши. И что сказки рассказывают. И сидят в министерстве куча бездельников. Всем они мне понравились. И это там с нашим бездельником. Они трудяги. У них, оказывается, хотя они не трясают, что кто должен разбираться. Да, вот как там отправили, ответа нет. Они мне ответ прислали. Технологические процессы, это мне. Заметьте. Там такого дерьма, вот таких вот. Вот таких вот. Этого хватает все и везде. Поэтому у них ни черта-то нет. Итак. Технологические процессы, рекомендуемые вами, плодоводству, несопоставимы с нашими отраслевыми регламентами. Например. Внимание. Мне вот это привлекает то, что они прочитали. Путинские читать не стали. Медведевские читать не стали. Никто читать не стал. Ни Академию Новую, куда только не отправлял. Никто. И вдруг прочитали. А эти меня подкупили. Категоричность по отношению к обрезке плодовокультур для создания искусственной формы кроны, по вашему мнению, это настоящая дикость Варусас-1. Процитировали. А вот сейчас я вам объяснял. Это что, не Варусас, а не дикость вот эта? Вот. Ну, ладно, я им прощаю. Почему? Прочитали. В то время, как мировая практика... Вот она, англичане. А? Или кто там? Вот она, мировая практика. Это один из сотен примеров. Показывает, что грамотный обрезка плодовокультур, комплексы с другими мероприятиями, позволяет достичь высокого уровня производства и вести плодоводство на промышленности. И что интересно, да, то есть их теперь комно, пока их другими не заменят, этим уже безнадёга. Почему? Для них практика южных стран – это их религия. Вот. Ладно. Ну, а дальше ваши материалы найдут, будут полезны, найдут, а запечатать книгу так они и не собрались в мою. Потому что они занимаются промышленным развитием, а тут найдут своих читателей в лице садоводов-любителей. Ну, два-три садовода-любителя книги в них выписали. Два-три, не больше. Вот. То есть это стандартный ответ, будут полезны, найдут. В общем, книгу прочитали, я за это так благодарен. Я бы это замминистра поставил бы министра, может, он тогда смелее бы был бы. Вот. Благодарим за активную гражданскую позицию. Пожалуйста. Здоровья, долголетия, успехов. Вот. Ну, дело в чем. Смотрим дальше. Значит, вот за это я… У меня сегодня особый день. Я все рассказать не смогу и близко, но я все-таки расскажу то, что хотел. Итак, был такой стабендер. Получился один из этого. Это тоже, кстати, вот что интересно, да? Вы, друзья, поделились на основную массу. Ворчат, не ворчат, но слушают и читают. И небольшую массу. Подавай инструкцию, нам рассказы не нужны. Но ведь мы же читаем литературу. Вы читали «Войну и мир». Вот. Вы читали это, Пушкина, Лермонтова. Я вот вначале цитировал, да? Там-то информация-то тоже подается. Вспомните этот самый «Отечественная война». Там же подается, развита. Но с точки уже глазами мы смотрим там Пьера Безухова. Это уже рассказы. Вот. И у меня такие же рассказы. Я как бы оправдываюсь. Вот продолжаю. Вот здесь, когда они написали, вот, желаем так далее. А вот это вот. «Сотворение чуда своими руками». Это книга та первая. «Будут полезны, найдут своих читателей». Вот. И так далее, и так далее. Я тогда вспомнил, почему Остапа Бендера. Вот они загрустили, обнищали. Остап Бендер всё приговорил. Деньги валяются на дороге. Их только надо это найти. И вот едет автомобиль. Вот увидели два иностранца. Эти иностранцы были когда-то, когда оккупировали, в конце гражданской войны Россию, они были в России, и где-то попробовали уникальнейшей вкусноты самогонку. И вот они приехали уже, будучи там дипломатами или гостями советской России молодой. Вот. Они наняли шофёра и поехали искать рецепты самогонки. Так им понравилось. И вот они едут, а они где найти не могут. Кто-то их выгнал, они попробовали не то, не то. И вдруг на встречу едет Антилопа Гнум вместе с Ацапом Бендер. Кто-нибудь читал эти две книги? Я ещё ребёнком был, я уже понимал. Это книга про Советскую Россию, про Советский Союз. Её должны прочитать все. и понять, что 90 лет назад, примерно 95-90 лет назад, она была такой гигантской талантище у Ильфа и Петрова. Так. Талантище. Так рассказать, что её всё-таки напечатали, потому что там сидели дураки, и когда их высмеяли всё это, как я сейчас высмеиваю, эту же агротехнику, да, они этого не поняли. И через 20 лет она оставалась, через 40 лет, через 60, подтвердили Александр Алексеевич. И сейчас она такая же, актуальная. Ничего не изменилось. Если только помните, когда в нём всё, каждый раз становится хуже. Но я не об этом. и о том, что у этих иностранцев лёгкий шофёр. И когда Бендер рецепты этот самый, написал этой самогонке, вкуснейшей, уникальной, его долго благодарили, дали денег, то есть он рецепт продал. Шофёр, я на всю жизнь запомнил, его долго благодарил, так благодарил, он был счастлив, потому что кончается его пытка. Его достали эти иностранцы. Едем дальше. Ещё в деревню, ещё в деревню. Ещё. Он устал, уже измученный весь. Он так благодарил Бендера, который спас его, что сейчас они вернутся домой. Он так его благодарил, говорил, обязательно, приезжайте, я вас встречу, это самое, я вас так кормлю. Я вас благодарен, я вас встречу. А потом уехал, не оставил адреса. А теперь, всё, что мне осталось, это некая Каминская, видите, вот, вот её какие-то данные, это я понимаю, клерк, вот он внизу. А заместитель министра, скорее всего, тоже не прочитал. И так как тот шофёр благодарил меня, желал здоровья, тольских успехов, а я выступаю в роли Бендера. А вот этот как бы шофёр, которого это, вместо того, чтобы спасибо сказать, сказать, мы сейчас напечатаем, ну сколько, скромно, ну 10 тысяч экземпляров, у нас в дачнике когда-то поднимется удельный вес плодов после издания книги наших дачников, мы будем меньше зависеть от Польши, это и будет называться и замещение, замещение. вот, бортозамещение. А так нет, спасибо, пожелали, и всё, поняли. А я имею это право, потому что вот это вот, дикость страшная. Эх, да здравствует бикини для Чукчи. Вот, если захотели план выполнить, продать бикини, они бы устроили бы там фестиваль Чукчи, и в середине лета, а лето там ещё короче, чем у нас, там может быть, один месяц лета, июль, вот, и одели бы всё бикини, а пришлась бы зима, и они бы, это, этими бикиними, в лучшем случае бы, эти самые, копыта, оленей бы, чтобы они не калечились, больше бы ни за что не годились. Вот это наша действительность. Извините, у меня день рождения, что хочу, так говорю. И до конца разговора. Всё это выглядело бы, как злой пасквирь, мой Железово на министра, на замминистра. Да? Если бы ни одно но. Давно в архив, мне это не один день нужно. Я говорю, нет у меня секретарши, нет у меня кому помочь, а то бы я сказал, вон шкаф, там тысячи моих и не моих публикаций. найди газету «Советская Белоруссия», а в ней статья, большая, обширная статья, лет десять назад, уже при этой власти, уже при этой, как называется, централизованной власти, вот, как мы говорим, последний этот самый, у нас, это в хорошем смысле, тогда это было, последний диктатор в Европе, у которого прекрасные поля ухоженные, у которого прекрасные дороги, вот, и все мы восхищаемся, как бы нам жить, как белорусам, они так зажрались, если им дать настоящую свободу, будет хуже, чем у нас, в это, в какой-нибудь Костромской области, вот сейчас страшно. И вот, что я к чему говорю, была статья, лет десять назад, знал ли тогда не замминистра, и там было сказано, что огромных, десятилетних гектаров, если не тысячах, была посажена, то, что считается безошибочно, то есть, яблоневый сад, на посадку саженца, было потрачено, я перевел с вам, тогда я взял, посмотрел курс валют, а тогда зайчики были такие, что там, длинная такая огромная цифра, думаю, ну сколько на самом деле, перевел доллары, пятнадцать миллионов долларов, а дальше, знаете, что, сад погиб, я ничего не выдумываю, я железу, потому что уже тогда, я откликнулся статьей, и там были цитаты, и там было все, такое дактусство, что это было, а для меня Россия и Беларусь одно и то же, это, я не говорю, что у них Беларусь, это у нас, в Беларуси, закопали 15 миллионов долларов, а вырастили мертвые деревья, в самом конце было написано, сейчас изыскиваются средства на реанимацию, а теперь представляете, что они там посадили, если бы я день за днем, нету машины времени, вернулся туда, вот первые выкопали яму, что туда положили, как калечили их, наверняка эти штамбы, вот о чем, я говорю, наша Беларусь, моя Беларусь, так же, как я говорю, моя Украина, и попробую скажу, что не так, любого этого западенца, вот сюда, встретил бы на улице, у меня никакие нервы бы не выдержали, у меня кулак хороший, я тысячи раз бил по груши, для того, чтобы одним ударом, какого-нибудь хама в этом вырубить, потому что, потому что, жизнь такая, и вот попробовал бы мне кто-то сказать, что Советская Беларусь не моя, и в этой моей Беларуси, за 15 миллионов долларов закопали, и я уверен, почему, потому что, как было, у нас все так и сейчас, то же самое, а мне сейчас легче говорить, Беларусь за рубежом, они меня не достанут, вот, нужны новые агрономы Лысенки, вот она уже, Лена Садна, пойдете в Лысенки, вот, нам сейчас уже через несколько ступенек, всех, кто понимает, что там с удовольствием, быстро выдвигать, 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 ведь, как год за годом теряем, год за годом, 10 лет назад, я печатала у меня газету Толока, то же самое, что сейчас, те же статьи, тот же язык, ничего не изменилось, те же статьи, те же это, бах, перестает печатать, а Толока, это Беларусия, у нее, это самое, головное издательство, в эту самую, Гумилеве, говорят, Гумиле, 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 а региональная Россия, Украина, Казахстан, крупнейшая газета, и меня печатает, потом, бах, я как-то один раз вам жаловался, а это Украина, о, Беларуси, стал бы я сейчас, про нее столько говорить, проходит время, тишина, проходит год, не выдерживаю, а я-то не просто, это даже переписка была, просто, корреспондент такой, я до сих пор боюсь даже, имя, музыка, просто имя, там, фамилия на конверте, а так-то имя и все, здравствуйте, там, Ваня, Коля, Иванок, ну, то есть, просто имя, прошли годы, я боюсь до сих пор его имя назвать, пишу ему, ну, прошел год, почему перестали печатать, наш главный редактор, вас терпеть не может, вот это да, он не просто главный редактор, новый главный редактор, а что он главный редактор мог написать, смотрите, мировая практика, тут какой-то железо учить вздумал, не то, что он меня, он терпеть не может, он имел ввиду, не лично меня, он меня на нарекания, ни в глаза не видел, он имеет ввиду мою позицию, мои статьи, вот так вот.